В этот раз мы будем дышать бежреберными мышцами и убирать в осанке боковой наклон. Это еще что я хотела сказать и хочу повторить, что все уроки движения по методу Фильденкрайза, они выполняются медленно, как в момент, когда вы набираете какой-то параметр, так и в тот момент, когда расслабляетесь. Это необходимо для того, чтобы и мышцы успели расслабиться, и нервная система проанализировать рисунок движения. Потом все параметры, которые мы с вами набираем, мы делаем с небольшой амплитудой эти движения для того, чтобы активизировать глубокие мышцы. Мы когда дышим, мы не колеблемся телом в пространстве. Это движение в себе. И я так специально называю свой сайт, и лозунг сайта, и лозунг канала Ютьюба. Движение в нас, и мы в движении. Потому что даже если мы сидим, неподвижно находимся на месте, внутри нас происходит кипучая деятельность. Организм никогда не остается неподвижным, даже во сне, и дыхание тому пример. Поэтому, чтобы активизировать внутренние мышцы, внутренние связочки, двигаться нужно с очень небольшой амплитудой. И когда мы дышим, дыхательные мышцы, они очень нежные, тоже не нужно делать глубокий вдох или какой-то насельственный выдох. Нужно в гимнастике подстраиваться под собственный ритм, частоту, амплитуду дыхания. И просто анализировать, что происходит. Простой анализ движений своих акцентуирует внимание нервной системе на каком-то участке, который ограничен в подвижности. И это в разы улучшает эффективность наших занятий. Опять сегодня у нас упражнение в положении сидя, потому что хочется относительно дыхания проработать трёхмерное пространство, трёхмерное движение. О том, что мы сосредотачиваемся на движениях в своих ощущениях, потому что мысль в теле материальна. И о том, что мы делаем сейчас движение в трёхмерном плоскости, сидя, для того, чтобы максимально задействовать дыхательные мышцы. Много уроков по методу Фильденкрайза выполняется в положении лёжа. Для того, чтобы пол ограничивал объём движений. Когда работаем мы с дыхательной мускулатурой, мы не случайно сидим. Наоборот, чтобы вот это внутреннее движение немножечко усилить, не создавать ограничения полом. Так, это сказала. Хорошо. Давайте с вами расположимся. Нужно сесть на табуреточку, для того, чтобы поверхность была горизонтальная, ровная. И расположиться на передней её третьей, так, чтобы не больше трети бедра находилось на опоре. И это придаст нам большую мобильность. Для того, чтобы движение шло симметричной максимально, нужно, чтобы в тазобедренных суставах и в коленных суставах был угол в 90 градусов. И необходимо, чтобы ваши руки лежали на колешках ладошками вверх. Это положение руки на коленях ладонями вверх позволяет раскрыться плечевому поясу и верхним ребрам, облегчить дыхание. Рёбра, верхние и нижние, они двигаются в силу своей геометрии и особенностей мышц, которые к ним прикрепляются, по-разному. Те, которые находятся низко, они поднимаются вот таким вот образом в своей латеральной части, больше, в наружной части, совершая движение по типу ручки ведра. Отчасти это связано с прикреплением дыхательной мышцы диафрагмы, отчасти с их геометрией. А ребра, которые верхние, они поднимаются по типу ручки насоса, то есть передние их концы двигаются более ярко относительно задних, которые соединены с позвоночным столбом. И это мы сегодня с вами будем учитывать в особенностях движения для того, чтобы максимально их активизировать и дать им расслабиться, если они напряжены. Потом, дыхательные мышцы, межрёберные, с которыми мы сегодня в большей степени будем работать и делать акцент. Есть межрёберные мышцы вдоха, которые помогают ребрам раскрыться. Есть межрёберные мышцы выдоха, они имеют другое направление, в отличие от ребер вдоха, косоек внутри и косоек наружи. И межрёберные мышцы вдоха работают всегда, а межрёберные мышцы выдоха, они работают только в тот момент, когда нам нужно сделать выдох активно. В большинстве случаев в спокойном состоянии, если мы не нервничаем, не бежим, то выдох у нас происходит пассивно. А в тот момент, когда мы эмоционально напряжены или физически поработали, нужно усилить вентиляцию лёгких, и мы выдыхаем активно. Плюс ещё активизируются мышцы шеи, боковые, они называются лестничными. Идут как ступенечки лестницы по боковой поверхности шеи, крепятся к верхним позвоночкам. Они-то и поднимают верхушки, передние концы верхних ребер, давая им движение по типу ручки-насоса. Вот такая вот теория, потому что наше ментальное сосредоточение и понимание того, что мы делаем, усиливает эффект от занятий. Поэтому небольшую вводную часть я провела. Хорошо. Теперь давайте почувствуем, насколько симметрично мы располагаемся на опоре. Как проходит вертикаль через макушку, голову, шею, грудную клетку, поясницу и живот уходит на таз между ног. Великолепно. Пожалуйста, почувствуйте, насколько симметрично вы располагаетесь в пространстве. Не наклонена ли в какую-либо сторону головушка, не вздёрнуто ли вверх какое-либо плечико, не напряжена ли больше, чем обычно треугольники талии с одной стороны. Симметрично ли на полу располагаются ноги, стопы, одинаково ли вес они принимают. Симметрично ли на твуретке располагаются ягодицы. Может быть, какая-то из них чуть больше прижата к опоре, или вы на неё переносите больший вес тела, чем на другую. Хорошо. Теперь давайте сделаем так. Итак, мы надавим одной стопой, пусть это будет левая стопа, надавим стопой левой в пол, мягко, плавно снимем напряжение. В тот момент, когда мы давим стопочкой в пол, почувствуйте, куда смещается вес тела. Согласитесь, что при давлении стопой на пол вес тела смещается на противоположную ягодичку. Та ягодичка, мы давим левой ножкой, левая ягодичка у нас слегка отрывается. От стула она не приподнимается, просто она берёт на себя меньше веса. А та ягодичка, оправа ягодичка, на неё смещается больше вес тела, и она чуть более ярко начинает давить на опору. Великолепно. Почувствуйте, что в этот момент делает поясница. Может быть, один треугольник талии сглаживается, а один акцентуируется, становится более рельефным. Почувствуйте, остаётся ли неподвижной в тот момент, когда вы давите левой стопой в пол грудная клетка. Или, может быть, вы ощущаете с её стороны наклон или трансляцию в противоположную сторону. И давайте ещё разочек надавим стопой в пол. Почувствуем, остаётся ли неподвижной в пространстве головушка. Или она, может быть, делает небольшой наклон в сторону ножки, которой вы давите, или в противоположную. Великолепно. Отдохнём в положении нейтрали. Теперь давайте сделаем наклон головушкой влево. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Ухо стремится к плечу. Мы наклоняем головушку влево. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. В тот момент, когда вы наклоняете головушку влево, остаются неподвижными ли ваши плечики, либо они транслируются в сторону, в ту же сторону, что и наклоняется, или в противоположную. В тот момент, когда вы наклоняете головушку влево, вес тела смещается на левую ягодичку или на правую. Великолепно. Теперь давайте соединим два движения вместе. Мы будем надавливать ножкой в пол лево и наклонять головушку влево. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Почувствуйте, что в этот момент делает ваша грудная клетка. Ваша грудная клетка наклоняется в какую-то сторону, и в какую, и транслируется в какую-либо из сторон, и в какую. Транслируется в такое боковое смещение. Чего вы больше чувствуете со стороны грудной клетки? Движение трансляции, смещение в сторону, или движение бокового наклона? М-м-м, великолепно. И опять давайте отдохнём в нейтральном положении, почувствуем, насколько мы симметричны. Не наклонена ли головушка в одну сторону, одинаково ли расстояние от левого уха до левого плеча, от правого уха до правого плеча? Не вздёрнуто ли одно плечико вверх? Не приподнято ли или чуть больше прижато к опоре ягодичка? Как это у вас сейчас? М-м-м, великолепно. И теперь давайте сделаем движение, трансляции грудной клетки вправо. Мы на головушку наклоняли влево, и ножкой левой давим. А теперь давайте транслируем грудную клетку вправо, или сделаем наклон грудной клеткой влево. Транслируйте грудную клетку в сторону, мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Транслируем мы вправо, а наклоняем влево. В тот момент, когда вы делаете это движение, инициируя его от грудной клетки, Что делает ваша ножка левая? Начинает ли она давить в пол ярче? М-м-м. Остаётся ли неподвижной в пространстве головушка? Или она тоже делает движение наклона, или может быть разворота? Как это происходит у вас? М-м-м. Великолепно. А теперь давайте сделаем это движение трансляции на вдохе. Вдох. Мы транслируем грудную клетку направо, мягко, на выдохе вернёмся в нейтральное положение. Вот это движение трансляции старайтесь делать с такой амплитудой, чтобы движение вдоха и выдоха не было длиннее, чем ваше естественное. Пусть оно соответствует вашему ритму. М-м-м. Хорошо. И так, чтобы движение соответствовало вашему ритму, вы должны просто делать это движение очень маленьким, очень ювелирным. М-м-м. Великолепно. Теперь давайте то же самое движение сделаем на выдохе. Выдох. Вы транслируете грудную клетку вправо. Вдох. Возвращаетесь в нейтральное положение. Выдох. Транслируете грудную клетку вправо. Вдох. Возвращаетесь в нейтральное положение. Повторите движение несколько раз в своём ритме. Великолепно. Опять немножко отдохнём. Потому что синхронизировать движение и дыхательные движения, движения телесные от головы нелёгкая задача. Она требует работы мозга. Великолепно. И теперь давайте с вами сделаем это движение на задержке дыхания. Задержим дыхание. Не будем дышать ни горлом, ни носом. И опять транслируем грудную клетку в сторону. Мягко, плавно вернёмся обратно. Опять транслируем её вправо. Мягко, плавно вернёмся обратно. Хорошо. Великолепно. И не задерживайте дыхание больше того, чем вам это комфортно. Потому что в этом нет необходимости. Просто нужно показать телу, что одно и то же движение может осуществляться на вдохе, на выдохе и на задержке дыхания. Это по-разному активизирует мышцы вдоха, выдоха, разные их пучки и вектора. И это для нас очень важно. Великолепно. Теперь давайте оценим качество своего дыхания. Оцените, как во вдох идут ваши верхние квадранты грудной клетки. Как грудная клетка возвращается к своему объёму на выдохе. Оцените, как на вдохе идут нижние квадранты грудной клетки, расширяются, как на выдохе возвращаются к прежнему объёму. Ощущаете вы это движение больше по передней поверхности? Или, может быть, вы ощущаете это движение больше с боковой поверхности? Или, может быть, вы чувствуете, как в тот момент, как вы дышите, грудная клетка расширяется кзади, со стороны спины? Попытайтесь ощутить все направления её расширения. Потому что этот цилиндр, который расширяется во все стороны, и в разных отделах грудной клетки, в переднем направлении, сзади наперёд, это ярче, в норме происходит в верхних рёбрах. И латеральное расширение, боковое, происходит ярче со стороны нижних рёбр. Это согласно той теории, которую мы с вами проговаривали вначале. Великолепно. Оцените, насколько симметрично дышит ваша грудная клетка с одной и с другой стороны. Какая половинка, вам кажется, идёт во вдох ярче? С той стороны, куда мы транслировали грудную клетку справа, или с той стороны, куда мы нагибались, наклонялись туловищем? Великолепно. Теперь давайте опять оценим симметрию нашего положения на опоре. Насколько одинаково распределяется веса на правую и левую ягодичку? Какая ягодица принимает больше веса? Какая ножка принимает больше веса и больше, кажется, её тяжесть, и она ярче давит на пол? Великолепно. Симметрично располагаются ли ваши плечи? Нет ли какого-либо наклона со стороны головушки в сторону? Великолепно. И теперь давайте сделаем вот такое движение. Мы с вами транслировали грудную клетку вправо, а теперь давайте наклоним грудную клетку налево. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. И в тот момент, когда вы наклоняете грудную клетку налево, а фактически это то же самое движение, которое мы с вами делали в начале, наклонить головушку налево, стопочкой лево и надавить ярче в пол. Но сейчас мы его инициируем именно движение грудной клетки. Изолировано. Наклоняем грудную клетку налево, мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. И почувствуйте, как в тот момент, когда вы наклоняетесь грудной клеткой налево, в грудном отделе, ребра и межреберные промежутки сближаются, ребра уменьшаются, межреберные промежутки. А как межреберные промежутки справа расширяются, как будто это меха аккордеона. Мы наклоняемся налево и слева ребра сближаются, межреберные промежутки уменьшаются, справа расширяются. Великолепно. Давайте будем продолжать сгибаться налево и сделаем это на выдохе. Выдох. Мы совершаем левый боковой наклон. Вдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Выдох. Совершаем боковой наклон. Вдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Выдох. Совершаем боковой наклон. Вдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. Теперь давайте сделаем то же самое движение на вдохе. Вдох. Мы наклоняемся. Выдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Вдох. Наклоняемся налево. Выдох. Возвращаемся в нейтральное положение. Вдох. Наклоняемся налево. выдох, возвращаемся в нейтральное положение, великолепно, теперь давайте с вами сделаем то же самое движение на задержке дыхания, мы совершаем боковой наклон, сосредотачиваемся на своих ощущениях со стороны ребер, возвращаемся в нейтральное положение, делаем это столько раз, сколько нам комфортно, и опять отдыхаем в положении нейтрали, великолепно, опять давайте оценим симметрию своего дыхания, какая половинка грудной клетки вам кажется, что ярче идет во вдох, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха, в верхних квадрантах грудной клетки, или нижних квадрантах грудной клетки, великолепно, опять давайте почувствуем, насколько симметрично мы располагаемся на опоре, вот это все время возвращение к анализу своей симметричности, это называется прослушивание того момента, как мышцы расслабляются, как тело возвращается в положение покоя, оно очень важно, оно позволяет мышцам, нервной системе проанализировать рисунок расслабления и дать возможности мышцам расслабиться, потому что основная проблема болей, основная проблема какой-то асимметрии со стороны осанки, это как правило мышечный спазм, нервной системе, мышцам зараживает, что сложнее себя вытормозить, расслабиться, нежели чем сократиться, поэтому мы все такие стрессованные по жизни, накопившие много всякого груза, физического напряжения, эмоционального, так его с собой и несем, поэтому это своеобразная медитация, все мысли остаются вовне, и вот это вот прослушивание себя, оно позволяет абстрагироваться от других вещей, и дает немножечко нам передохнуть, но в этот момент сознание, оно занимается повторением и анализом того, что происходит, а подсознательное принимает самые нужные и верные решения, поэтому у нас тут двойная работа. Так, великолепно, пока вы сидите и отдыхаете, потому что это нелёгкое упражнение, всем ли было комфортно после прошлого урока, никто ли не чувствовал, я попрошу вас написать мне, либо в общей ленте, либо личным сообщением, не было ли у вас усталости после первого занятия, хотелось ли вам спать, не было ли мышечного напряжения, как после физической нагрузки, и если было, то сколько оставались вот эти вот ощущения. Раз от раза я буду вам усложнять композицию урока, чтобы показать разнообразие метода Фильденкрайза, и сейчас мы немножечко повторили такую привычную схему отчасти того, что было в прошлый раз, немножко её усложнили, и сейчас усложним ещё. Давайте теперь с вами надавим левой стопочкой в пол, головушку наклоним налево, грудную клетку транслируем вправо, мягко, плавно вернёмся обратно. Великолепно мы соединили три движения вместе. Послушайте, делаете ли вы это движение на вдохе, на выдохе, не задерживаете ли дыхание, получаете ли вы удовольствие от того, как вы делаете это медленно, плавно, как будто это дерево под порывом ветра, наклоняется в сторону, порыв стихает в мягкое, плавно, возвращаетесь обратно. Чувствуете ли вы, как всё ваше тело вовлекается в это движение? Великолепно. И, пожалуйста, наклоняясь налево, посмотрите глазками направо, как будто вы смотрите на право и себе за голову. Вы наклоняетесь налево, транслируете грудную клетку вправо, и глазками смотрите вправо, а вверх и себе как будто за голову слегка. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. В этот момент мы с вами максимально расслабляем, максимально вовлекаем в движение лестничные мышцы справа, давая возможность раскрыться верхним ребром справа. Великолепно. Давайте сделаем это движение на вдохе. Вдох. Мы наклонились налево, транслировали грудную клетку вправо, посмотрели глазками вправо, вверх за себя. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. И ещё разочек. Хорошо. Теперь давайте сделаем это движение на выдохе. Сначала наклонимся налево, транслируем грудную клетку вправо. Сделаем выдох и глазками посмотрим направо, вверх на потолок и себе за голову. Головушка при этом не должна поворачиваться, она поворачивается слегка сама. Великолепно. И в очередной раз давайте соберём все эти движения вместе и будем слушать с вами, что происходит, как меняется расстояние от левой подмышки до левого бедра. Мы с вами наклоняемся налево, транслируем грудную клетку вправо, глазками смотрим направо, вверх в потолок и себе за голову. И смотрим, что происходит с промежутком между левой подмышкой и левой половинкой таза. Согласитесь, что это расстояние уменьшается, сближается. Это расстояние, как сближались межреберные промежутки в момент наклона, также сближается, укорачивается боковая половинка тела. Великолепно. Теперь давайте с вами опять почувствуем, насколько симметрично сидится на табуретке, насколько равномерно ягодички давят на опору. Угу, великолепно. Вот есть ли ощущение, что сейчас одна ягодица просто впилась в табуретку? И с какой стороны? Как будто вы намяли себе ягодицу. Опять ощутите, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха, дышит ли симметрично. Правая и левая половиночка грудной клетки. Угу, великолепно. Хорошо. И ещё разочек давайте с вами сделаем левый наклон, правую трансляцию глазками посмотрим направо, вверх и за себя. И почувствуем, что происходит с расстоянием от правой подмышки до правой половинки таза. Оно удлиняется или укорачивается. Мы наклоняемся налево, транслируем грудную клетку вправо, глазками смотрим направо, в потолок и за себя. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение, но при этом ощущаем, как наша правая боковая поверхность, согласитесь, удлиняется расстояние от правой подмышки до правой половинки таза. Великолепно. Если хочется немножечко сбросить напряжение, а у нас его много, то можно немножко ягодицами пошагать на стуле, можно немножко пошевелить плечами, дать возможность ягодицам от того, что они с усилием давят на опору. Но мы не стали за это время с вами тяжелее. Дадим немножечко мышцам снять. Это статическое напряжение. И пока вы отдыхаете, я расскажу, что если есть асимметрия дыхания, неважно, чем оно сформировано, то так будет происходить со всем телом. Допустим, не дышит левая половина грудной клетки, и от этого не будет вдохом растягиваться левая боковая поверхность туловища, хуже, то есть головушка будет иметь тенденцию находиться в одностороннем наклоне, в сторону ограничения движности грудной клетки. Будет напряжены мышцы треугольника талии с этой стороны, будет более тоничная левая ножка. И так обычно происходит в норме. Небольшая у нас асимметрия присутствует у тех людей, которые отпираются на левую ногу. Как правило, правши, которые ногу манипулируют правой рукой, чтобы сохранять ей равновесие, они переносят вес тела на противоположную ножку. Поэтому чаще в оценке осанки, если эта асимметрия накопилась, она приводит к такому и ограничению подвижности грудной клетки на вдохе, и вообще больше скованности мышц с той стороны, где грудная клетка не дышит в полном объёме. До определённого диапазона нервная система и организм это компенсируют всё время, стремясь выровнять нейтраль, а в какой-то момент сдаётся, и тогда появляются жалобы. Там слева немеет рука, слева болит голова, там появляется тяжесть в ноге слева, и очень много бывает односторонних жалоб. Они могут быть не в один промежуток времени. Сегодня и то, и пятое, и десятое. А так вот во времени, пару лет назад беспокоило это, потом присоединилось это, но первая жалоба ушла. Но одна сторона, прямо так говорят, одна моя менее ловкая, менее удачливая сторона, меня беспокоит больше всего. И в уроках по методу Фельденкрайза, потому что я думаю, что большинство из нас правшей, мы сначала акцентуируем, то есть усиливаем ту асимметрию, которая в теле у нас присутствует, а потом эту асимметрию переводим в движение с противоположным знаком, чем мы сегодня с вами и займёмся сейчас. Великолепно! Так, давайте с вами наклоним головушку направо, мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. Опять наклоним головушку направо, мягко, плавно вернёмся в нейтральное положение. В тот момент, когда вы наклоняете головушку направо, куда смещается вес на ягодицах, в сторону наклона или в противоположную сторону. Великолепно! Теперь давайте надавим правой стопочкой в пол, мягко, плавно снимем давление, опять надавим правой стопочкой в пол, мягко, плавно снимем давление, опять надавим стопочкой в пол и почувствуем, остаётся ли неподвижной в этот момент наша головушка в пространстве, или она слегка наклоняется в сторону великолепно теперь давайте соединим два движения вместе и получается что сейчас когда головушка наклоняется направо и правая ножка давит в пол что все ваше тело слегка наклоняется направо и в какую сторону этот наклон был более ярок привычнее сделать было он был более податлив давайте наклоним головушку налево левый стопочкой оценим насколько легко тело сгибается по дуге влево вернемся в нейтральное положение надавим левой стопочкой в пол головушку наклоним налево и и оценим насколько легко по дуге сгибается тело вправо еще разочек у меня например явная асимметрия присутствует и давайте будем продолжать вот это движение правый наклон головушкой давление правой стопочкой в пол и почувствуем как уменьшается расстояние от правой подмышки до правой половинки таза как она укорачивается еще разочек наклон головушкой направо давим правой ножкой пол чувствуем как укорачивается боковая поверхность тело справа от правой подмышки до правой половинки таза великолепно теперь давайте с вами наклоним головушку направо правой ножкой давим пол почувствуем как удлиняется боковая поверхность от левой подмышки до левой половинки таза и еще разочек надавим ножкой в пол правой головушку направо ощутим растяжение от правой подмышечной области до правой половинки таза великолепно и теперь давайте будем чувствовать две боковые поверхности туловища одновременно с двух сторон сложная ментальная задача помните как мы представляли себе и реберную гармошку с одной стороны ребрышки сужались другой расширялись то сейчас мы представляем более объемные меха и наклоняем головушку направо правой стопочкой даем в пост и одновременно пытаемся ощутить как заближается боковая поверхность тела от правой подмышки до правой половинки таза и удлиняется слева мягко плавно возвращаемся в нейтральное положение тот момент когда вы сосредотачиваетесь на этих ощущениях делаете ли вы это движение на вдохе на выдохе или на задержке дыхание давайте сделаем это движение на выдохе выдох мы наклоняемся направо наклоняя головушку и давлять давя столбочкой пол на вдохе возвращаемся на выдохе возвращаемся в нейтральное положение на вдохе давим стопочкой пол наклоняем головушку на выдохе возвращаемся в нейтральное положение еще разочек на вдохе наклоняемся направо ощущаем растяжение боковой поверхности одной стороны и сокращение с противоположной на выдохе возвращаемся в нейтральное положение поменяем рисунок движения теперь будем делать выдох наклоняться в сторону и ощущать свои боковые поверхности тела великолепно и еще разочек наклоняемся вправо ощущаем свои боковые поверхности тела великолепно и теперь давайте сделаем это движение на задержке дыхания надавим ноженькой правы в пол наклоним головушку направо вернемся в нейтральное положение наклоним головушку надавим стоп правой стопочкой в пол почувствуем собой по и боковой поверхности туловище вернемся в нейтральное положение восстановим дыхание двух-трех повторений достаточно не нужно чтобы это было через усилие какое-то неприятное ощущение опять почувствуете насколько вы дышите плавно комфортно опять почувствуете насколько симметрично распределяется вес на правую левую ягодичку какая теперь ягодичка более ярко давит на опору может быть прямо как вдавливается в сиденье великолепно почувствуете симметрично ли ваши треугольники талии одинаково ли симметрично положение плечей расстояние от левого уха до левого плеча от правого уха до правого плеча великолепно теперь давайте сделаем вот какое движение мы будем транслировать грудную клетку влево мягко плавно возвращаться в нейтральное положение опять транслировать грудную клетку влево мягко плавно возвращаться в нейтральное положение великолепно и в тот момент когда мы транслируем грудную клетку влево давайте глазками посмотрим налево вверх налево и как будто за себя за голову мягко плавно вернемся в нейтральное положение опять транслируем грудную клетку влево глазками смотрим на лево вверх потолок из этой точки и за себя за мягко плавно возвращаемся обратно еще разочек транслируем грудную клетку влево глазками смотрим на лево потом налево вверх и за себя мягко плавно возвращаемся нейтральное положение а давайте опять почувствуем насколько симметрично сидится на опоре не кружится ли головушка все ли комфортно движение с глазами сильно меняет мышечный тонус в теле может появиться такое ощущение легкого легкой неустойчивости тогда вам нужно сделать движение с меньшей амплитуды чтобы все время оставаться в рамках собственного комфорта больше не значит лучше сейчас когда мы делали это движение мы воспроизводили с вами движение детей трехмесячного возраста так они поворачиваются они делают боковой наклон изгибаются назад по дуге смотрят себе за голову стремясь что-то достать рукой и при этом отталкиваются противоположной ножкой от опоры мы с вами воспроизвели движение маленького ребенка трехмесячного возраста очень часто при асимметрии шейных тонических рефлексов когда они поворачиваются через одну сторону преимущественно возникает вот такая асимметрия бокового наклона которая зажимает ребра с одной стороны и все время вдохом не тянутся ткани как мы с вами дочувствовали как растягивается боковая поверхность одной стороны вот так вдохом недостаточно стимулируется рост и через какое-то время это неврологическая особенность переворота через один бачок становится особенностью но как бы в осанке и очень часто наши детские на симметрии они приводят к привычному двигательному стереотипу у взрослых влияя на формирование осанки всю последующую жизнь первые месяцы жизни очень важны и сегодня мы сделали на такой урок сначала детализированный потом и он называется центробежный когда мы делали все на левую половиночку тела потом мы с вами сделали центр стремительный урок когда мы пошли от крупных движений не акцентуировались на мелких в этом тоже был особый смысл еще во все включили рефлексы на движение новорожденных вот такой сложный у нас сегодня был урок давайте почувствуем насколько этой сложности сейчас легко и симметрично сидится почувствуйте насколько симметрично ваша головушка в пространстве нет ли вас ощущение что она наклонена в одну сторону симметрично ли располагаются плечи одинаковы ли треугольники талии одинаковы ли веса тела сейчас принимает правая и левая ягодичка правая и левая ножка давайте проведем вертикаль проходящую через макушку голову шею грудную клетку удается ли эту линию провести строго посередине великолепно